Главная причина, что сейчас вообще общество пронизано всякими разными страхами, в том числе из-за пандемии, карантина и всего прочего. И вообще страх – это то, с чем человек борется всю свою жизнь. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня мы с вами поговорим, как победить страх. Бывает ли страх полезный? Есть ли страх вредный? Что делать, если вы боитесь будущего? Нужно ли узнавать об этом будущем? И как можно это сделать? Нужно ли это делать вообще? Наш телезритель Александр прислал нам письмо, в котором он поделился тем, что он с молодых лет испытывает страх перед будущим. Сейчас он уже зрелый человек. Довольно долгая история страха. Он пишет, понимая, что без благого вмешательства Бога я от него не избавлюсь. И хотелось бы узнать, как его можно минимизировать, какие есть методы. Причины страха перед будущим, их довольно много. Вы знаете, с самого детства ребенок растет, он рождается в этот мир беззащитным. И, конечно, атмосфера страха, если она создается в семье разными страхами перед болезнью, страхами перед какими-то событиями, какие-то происходят трагедии в семье. И это все может накладываться на формирование характера ребенка. Он может вырасти неуверенным, он может вырасти боязливым. И вот это все идет во взрослую жизнь. Причины страха могут быть в том, что человек боится показать, высказать свое мнение, показать себя таким, какой он есть. Давайте еще посмотрим, как психология говорит о страхе. Что такое страх? Я прочитаю вам. Страх – это эмоция, возникающая в ситуации угрозы биологическому или социальному существованию человека и направленная на источник действительной или воображаемой опасности. То есть, видите, здесь речь идет о том, что страх, он всегда касается будущих каких-то событий и как бы предвосхищения вот этих негативных событий. Есть даже такое слово в английском языке fear – false evidence about reality. Это значит ложная убежденность в реальности, в действительности. То есть, страх – это то, что существует на уровне нашего сознания, на уровне наших мыслей. И так, страх, он и имеет полезные функции, потому что страх может нас предупреждать об опасности, заставляет нас подумать, расценить что-то, предпринять какие-то меры. Но также есть страх, как панический страх, ужас, который человека просто деморализует, и он уже демомилизует, он уже ничего не способен сделать в этой ситуации. Что же говорит Библия о страхе? Есть ли страх полезный и есть ли страх вредный с точки зрения Священного Писания? Да, вы знаете, с точки зрения Слова Божьего, страх перед Господом, то есть желание исполнить то, что он написал в своем Слове, вот в этой книге замечательной Библии, он ведет нас к мудрости. И даже написано в книге притчи, что если ты будешь бояться Господа, то есть слушать Его Слово, исполнять Его и удаляться от зла, то это будет здравием для твоего тела и питанием для твоих костей. Представляете, что даже наши кости укрепляются, когда мы поступаем правильно и не боимся. Давайте посмотрим дальше, что еще мы можем с вами открыть о страхе. Есть страх, который вредный страх, страх бояться, страх, который нас... И вот Писание говорит, чтобы мы не боялись. Иисус Христос говорил много раз, если мы посмотрим Библию, Он говорил, не бойтесь, не бойся малое стадо, не бойтесь и не ужасайтесь. И Он говорил о том, чтобы мы уповали на Господа, уповающий на Господа, Он не постыдится. Даже Давид такой замечательный псалом написал, которым я сама себя иногда сталкиваюсь с какой-то ситуацией, когда возникает страх, я себя утешая говорю, Господь, свет мое, спасение мое, кого мне страшиться? 26-й псалом. Господь, крепость жизни моей, кого мне бояться? И так далее. Если там будут наступать злодеи, чтобы пожрать плоть мою, то я буду надеяться на Господа. Даже если полк восстанет и война, я все равно буду уповать на Него. Какие замечательные слова. То есть страх Господень, Он нас удаляет от зла и дает нам здоровье. И также нам не нужно бояться. Апостол Павел написал своему ученику, юному Тимофею, написал, что Бог дал нам духа не боязни, но силы, любви и целомудрия, что еще переводится как здравомыслие. Знаете, когда мы чего-то сильно боимся, у нас вот это здравомыслие, которое вот здесь находится, располагается в передней лобной доле мозга, оно отключается, и включается у нас совсем другая штука, амигдала, которая как раз там является хранилищем наших отрицательного опыта негативных эмоций. Поэтому нам не нужно бояться. И как только вы чувствуете, что вас одолевает страх, включите свою вот эту вот рациональную долю, подышите, посчитайте, там до пяти, до шести, посчитайте, посмотрите по сторонам, чтобы ваш мозг включился, он не может одновременно бояться и рационально действовать. Вот такая маленькая подсказочка. Ну, еще стоит упомянуть также то, что Писание уделяет место страхам, которые передаются через поколения людей, которые, ну, они не знают Бога, они поступают против Его заповедей, и это вредит им, потому что, ну, если человек нарушает какой-то, допустим, не убей, он взял и убил, и у него будет этот страх культивироваться. Написано, что даже человек, который, ну, виновен в чьей-то смерти, он будет бегать до самого, до конца своей жизни, он будет испытывать этот страх. И, конечно, это влияет на отношение к жизни и на отношение, как он будет передавать там своим детям свои какие-то ценности. Что у него тут за ценности будут? Смелость или страх? Конечно, страх. Вот хочу привести такой стих, где говорится о людях, которые противятся Божьему Слову, Божьей воле. Второзаконие 28, 20. «Пошлёт Господь на тебя проклятие, смятение и несчастье, во всяком деле рук твоих, какое не станешь делать». В смятении это также обозначается волнение, тревогу, панику и ужас. И здесь также написано, вот ещё какой страх, который часто я слышу от наших телезрителей, слышу от других людей. И вы, наверное, кто слушает сейчас эту программу, вы скажете, это точно про меня. От трепета сердца твоего, которым ты будешь объят, и от того, что ты будешь видеть глазами твоими, утром ты скажешь, о, если бы пришёл вечер. А вечером скажешь, о, если бы наступило утро. То есть человек ждёт, скорее бы вечер наступил, а вечером, может, скорее бы утро наступило. А что это? Это я просто толкаю свою жизнь вперёд, я ускоряю её, потому что мне тяжело справляться с тем, что видят мои глаза. И тут, друзья, нам нужно обратить внимание на то, что есть всё-таки выход из этой ситуации. Даже если вы сейчас живёте по такому принципу, то есть решение для вашей трудности, есть выход из этой ситуации. Мы дальше об этом поговорим. То, что видят ваши глаза, то, что вам не нравится, о чём вы переживаете, это как раз повод для страха. Но у нас есть Слово Божье, которое нам говорит, что человек, который верит в Бога, он живёт не тем, что он видит, а тем, во что он верит. И во что мы будем верить? Вот это вопрос. И это даже решение. Решение для того, как нам и нашему телезрителю Александру освободиться от страха. То есть страх Господень выполняет предупредительную функцию. Он показывает человеку опасность, её источник и способ избежать. И вот сейчас мы говорим, ещё немножко вернёмся к тому, что люди боятся будущего. Правильно? Если что-то вы видите, и вам это не нравится, то наш разум человеческий, он начинает нам рисовать картины. О, наверное, это будет вот так. Ой, наверное, это будет вот так. Слушайте, я недавно встретила соседку новую у себя на площадке лестничной. Решила с ней познакомиться. Ну и представилась, она тоже представилась. И я спросила, а сколько вам лет? Она говорит, мне 75 лет, мне уже пора умирать. Слушайте, мне бы так жалко её стало. Зачем о себе такие вещи говорить? Но, значит, она в это верит. От избытка сердца говорят уста. Поэтому давайте обратим внимание на то, что мы говорим о своём будущем. А может, ей кто-нибудь это нагадал, что она в 75 лет умрёт. Как вот русская народная песня. По дону гуляет казак молодой. Все, наверное, её знают. Он гуляет, а девушка там плачет над быстрой рекой. А чего же плачешь? А потому что цыганка нагадала, что в день свадьбы я утону. И вы знаете, и на самом деле мы видим по этой песне, как она заканчивается, так оно и случилось. Поэтому вот желание узнать своё будущее, это, в общем-то, тема такая интересная. О ней можно долго говорить. Но смотрите, люди часто обращаются не к тому источнику. Источнику, который называется оккультизм. Когда гадают, составляют какие-то астрологические прогнозы. Вы знаете, один психолог объяснил, что когда человек получает какую-то информацию, и она вызывает у него эмоцию, она очень сильно закрепляется у него в мозге. И это становится своего рода такой руководящей программой для его жизни. И из множества действительности, реальности, вот вы можете посмотреть вокруг, вы увидите одно, другое, третье. Кто-то увидит одно, кто-то увидит другое. И человек, который уже получил негативный прогноз о своей жизни, он будет как раз видеть то, что уже подтверждает установленную в нём, в него эту информацию. Поэтому не обращайтесь и не гадайте. Господь говорит, что вообще-то мерзость для него тот, кто это делает. Не научись делать мерзости, которые делали народы сии, во второзаконии написано. Не должен быть тебя ни гадатель, ни выражая, ни вызывающий духов, ни вопрошающий мёртвых, ибо мерзок перед Господом, всякий делающий это. Давайте посмотрим, а кто знает наше будущее. У меня для вас хорошая новость. Ваше будущее знает Господь. Почитайте Псалом 138. Там написано, что в твоей книге записаны все дни жизни для меня назначены, когда ещё ни одного из них не было. Поэтому смотрите Писание. И Бог говорит, что человек имеет будущность от него. Ереме 29, 11. Будущность и надежду. Будущее во благо, а не на зло, чтобы дать нам будущее, говорит Бог. Будущность, хорошую будущность. Итак, уважаемые телезрители, если вам в жизни кому-то приходилось слышать вот такие слова, что вот бабка твоя умерла там в 40 лет, и ты, значит, неизвестно, как у тебя будет. Или кто-то вам гадал, как этой девушке из песни «Подону гуляет казак молодой», и вы до сих пор живёте с этим страхом. Какие шаги Господь предлагает нам, чтобы освободиться от страха перед будущим? Во-первых, обратиться к Нему в молитве и попросить прощения, что вы получали информацию, искали этого будущего, и получив, вы теперь живёте под этим бременем. Только Бог может вас освободить. Попросите Его, чтобы и покайтесь, и вы получите свободу. И забудьте про эти прогнозы. Потому что всякий, кто призовёт имя Господне, спасётся. Думайте, о чём вы думаете. Это тоже важно. Думайте о том будущем, которое есть у Господа для вас, как своего ребёнка. Подводя итог нашей программы, я хочу сказать, что у Бога всегда есть надежда. Если вы имели страх, помните, что страх не приходит от Бога. Если у вас с Богом нет никаких отношений, то ничто не мешает вам просто сказать, «Господи, я хочу, чтобы Ты был моим Богом». Если вы совершили какой-то для себя, искали прогноз в оккультизме, вам нужно обязательно попросить прощения и отказаться вообще держать это в своей голове. Думайте, о чём вы думаете. Пусть то, что вы думаете о своём будущем, всегда будет позитивным. Несмотря на то, в какой вы семье выросли, чего вам там не смогли дать ваши родители, не воспитали вас, это всё может дать вам Бог. Знаете, Он нас усыновляет и как отец воспитывает своих детей, чтобы мы начали жить не тем, что мы видим, и чего мы боялись и пугались, но тем, во что мы верим, у Бога есть для нас будущность и надежда, и Он не даёт нам вот этого страха, который разрушает нашу жизнь. Спасибо за внимание. Будьте свободны от страха. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова